От Рау вновь окутал дым и едкий запах гари. Школьников и учащихся колледжей перевели на дистанционный формат обучения. Как сообщают в областном ДЧС, причиной ЧП стало возгорание камыша. Пожарные вторые сутки борются с огнём. Однако на местах уже сгорело почти 90 гектаров земли. Что говорят специалисты и есть ли угроза населению? С последними данными к этому часу Дина Женобекова. Мощный пожар охватил территорию Акжаикского природного резервата. Бушущее пламя буквально уничтожило почти 90 гектаров камыша. Сразу после этого город окутал густой чёрный дым. От ядкого запаха у жителей начали проявляться симптомы отравления. У некоторых горожан поднялось артериальное давление. Ну а сами атерауцы с возмущением высказываются об экологическом уроне региону. Экологические проблемы в Атерау начались уже давно. Это очень острая и наболевшая тема. Запах гари, который стоит в городе, не передать словами. Из-за этого запаха мой ребёнок уже второй день болеет, а я еле сижу на работе. Мучают дикие головные боли. Властям необходимо немедленно решать этот вопрос. Я считаю, что за каждый вред на здоровье человека надо придавать определённое экстраплате, может быть, как минимум компенсацию. Почему? Потому что помимо АНПЗУ у нас ещё идёт сжигание костров именно костров в Атравской области, в городе Атрав. А из-за этого у нас идёт вред на здоровье. Тем временем в областном ДЧС заверили, что угрозы для жизни атерауцев и опасности возгорания их домов нет. И всё же местные власти приняли решение перевести школы и колледжи на дистанционку. Сообщается, что огонь охватил побережье Каспийского моря, а это примерно в 30 километрах от города. Сейчас с пламенем борются 70 пожарных. На местах задействовано десятки единиц специальной техники. Пожар начался 2 апреля на побережье Каспийского моря на территории Акжаикского природного резервата. Уже сгорело 89 гектаров камыша. 82 из них уже потушили. Работы замедлились из-за глинистой земли и сильного ветра. Причиной пожара, по мнению специалистов, мог стать человеческий или природный фактор. При этом сообщается, что по результатам авиаразведки ни одно животное в местности не пострадало.